Получается такой выход из страха смерти 1. Какой выход? Что делать? Что делать, чтобы выйти из страха смерти 1? Что делать, чтобы выйти из страха смерти 1? Что делать, чтобы выйти из страха смерти от денег? Везде деньги. Везде деньги. Получается у нас полок. Верхняя звезда наша. Это у нас... Верхняя звезда. У нас мой. Черный сфикс. Так вот, ну что. Вот так. Вот так. Вот в раскладе сразу два ТУЗа. Понимаешь, да? Да. Получается, то что ТУЗ лежит вот тут, в этой позиции, поддержки высших сил. ТУЗ лежит. Мало того, что высшие силы поддерживают, еще и ТУЗ. Еще и так поддерживают. То есть, получается, ТУЗ – это тоже вмешательство расширского силы. Получается, двойное вмешательство. Эта карта говорит о том, что они за, чтобы ты вышел наконец-то из этого, чтобы при рождении это произошло. Причем, вот в пологе лежит король чаш. Исполнение желаний по максимуму на осознаваемом уровне. ТУЗ не осознаваемый же уровень, а король на осознаваемом. Это насколько человеческое сознание, фантазию может вот вместить, вместить, это вот это и есть король чаш. Это реально, да? Да. В позиции воина, ну, на колеснице. Колесница вот эта. Колесница, конечно, слабая. Но в позиции воина – десятый аркан. Она, получается, с одной стороны, это хорошая карта. Ну, фортуна, да, колесо фортуны и все такое прочее. Да, чем все такое? Но с другой стороны, это испытание. Как повернется? Ну, вот, получается, здесь есть вот колесо фортуны подымает, кенцефала наверх, а пифона скидывает. Кенцефал – это человек, который чувствует душу, сердце, он живет сердцем, ни головой, ни рассудком, не просчитывает варианты. Это Иванушка-дурачок, который вот по велению сердца двигается, и его судьба вытаскивает. Понимаешь, вот колесо фортуны вытаскивает. А пифона – это хитропопова, который вот очень много думает, а душа змеиная, да, сердца нет. Он живет расчетом, вот его скидывает. Понятно, да? То есть, вот суть 10-го аркана в этом. И на самом-то деле, это большое испытание, но здесь, когда человек проходит это испытание, именно на сердечность. Скажем так, награда очень высока. Вот эта ситуация вот такая. Ну, это все преамбула, потом, ну, в общем, целом ответ будет виден. Вот эта карта говорит о том, о чем. Вот это большая карта. Причем здесь рыцарь мечей. Рыцарь мечей говорит о том, что все в силах, причем это профессионально в силах. Рыцарь – это профи. А вот возможности, здесь вот немножко карта такая, с негативным оттенком. Не сказать, что полностью видимо, а с негативным оттенком. Здесь восьмерка жезла. Восьмерка жезлов говорит о том, что вот был прошлый опыт негативный. И вот этот опыт он накладывает на то, как ты видишь возможности, вероятности. Понимаешь, вот просто некие вот эти не дают видеть полностью. Не матушка-дурачок, а прошлые заслуги. Прошлые, прошлые, прошлые опыты, да, вот это. То есть как, в океане нету стен, а рыба, которая привыкла плавать в аквариуме, она будет там, в океане будет плавать по четырехугольникам. Четырехугольник, вот так. И это вот, вот эта карта говорит об этом. И вот далее. Черный сфинс, белый сфинс. Позиция черного сфинска, это то, что мешает духовной власти. Это любовь к тому, чтобы получать других. Первый аркан в позиции белого сфинса. Созидание. Вот твой путь, выхода из страха, смерти от денег. Просто созидание. Созидание. Делай, делай. Делай, 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 делай и все, да. И вот получается, далее. Вот тут вот, конечно, самой колесницы слабых. Окружающая среда, она вся за тебя. Сама колесница слабая. Вот это тело колесницы. Это я. Ну, не это я, это тело колесницы. Ну, то, на чем едет воин. Ну, вот это люлька. Понятно, рама, да. Да, в мотоцикле люлька же была, но вот это люлька. А это ее колеса, на которые люлька. А вот это движок, который движет. Понимаешь, вот эти две карты, они слабые. Это, говорят, что весь мир вроде бы за, и вот-вот ждет, смотрит, да, вот когда же, когда же. А вот это вот все слабое. Здесь вот лежит двойка жезлов, двойка жезлов, это ноль. Двойка это ноль. Ноль возможностей. Почему? Потому что вот эти аквариумные стенки, которых в океане нет, они не дают возможность увидеть именно вот вероятности, возможностей, целую палитру возможностей, да. Вот это не дает. Вот это самое слабое место. Самое слабое место. И вот получается, вот эта карта лежит в позиции крылатого солнца, оно тоже слабое. Пятерка. Пятерка, мечи. Ну, само значение карты очень хорошее. Посев. То есть, начало, новый начал. Видишь, вот. Созидание, начинание, вот это выведет. Ну, мешающее колесо, в принципе, хорошее. Как это можно объяснить? Это вот здесь, по сюжету карты, молодой человек в красивой одежде, и в руке у него сидит сокол. Сокол непростое, он таскает вот эти деньги. Ну, то есть, то дело, которое время идет, столько месяц прошел, столько-то отвалилось, столько-то привалилось, привалилось, привалилось. Да, вот-вот. Столько-то натаскал. Да. Каждый месяц, это, получается, тот бизнес, который каждый месяц приносит доходы без усилий. Угу. Ну, сам по себе. Эта штука лежит на мешающей стороне. И это объясняет. Получается, как? Есть внутреннее стремление, вот сделать что-то такое, чтобы потом ничего не делать. Угу. А так нельзя. Почему? Потому что вытаскивать созидание. Угу. То есть, любое стремление создать такое, чтобы потом почить на лаврах, оно пресыкается, потому что это вот этим высшим силам, это как бы неинтересно. И они будут разваливать. А тем более, еще к тому же, возможностей не видишь. Угу. Туши свет. Хотя весь мир за. Понимаешь? Вот. Вот эти три карты объясняют все. Хотя, вот. Это мешающие, это помогающие повесок, которые движут. Угу. Туши пентакли. Туши пентакли. Понятно, да? Высшие силы за того, чтобы тебя вытащить из этого страха смерти. Угу. То есть, они мешаются. В раскладе два туза лежат. Угу. И десятка. Угу. Пентакли. Дом, полная чаша. Опять? Опять все пентакли. Вот они. Опять все пентакли. Просто так. Перспектива, да? Угу. Невозможность увидеть. Или нежелание. Или нежелание. Потому что страх смерти от денег. Как только большие деньги, так и ожидание смерти. Из-за этого он не видел. Путь, вот он. Конкретно, четко, ясно прописано. Созидание нового. Не для того, чтобы почитать на лаврах и убежать на пенсию. Какая, нахрен, пенсия? Угу. Понятно. Потому что высшие силы заинтересованы, чтобы ты постоянно прикладывал свои мозги к созиданию чего-то нового. Угу. Вот они. Вот. Вот. Вот две карты, и вот он. Испытание лежит. Потому что фортуна за тебя, да? То есть, просто тупо делай. Не тупо делай. Блин, скрой, наконец, глаза свои на возможности, на вероятности. Ну, какие вероятности, какие возможности, я это сейчас прекрасно понимаю. Ну, в принципе, понятно. Угу. Потому что, если бы это было созидание вот для этого, вот если бы карта здесь лежала, то создал бизнес, уехал на Канар и живем себе припевающе, и плевать мы хотели на страну, на людей, и все такое. Такое не пойдет. Потому что это лежит здесь, а здесь, вот, там, то есть, высшие силы. Пошире будешь и меньше. Короче, смотри. Вот эта карта лежит в позиции поддержки высших сил, то есть, двойная. Поддержка. И вот эта карта. То есть, твоя ситуация, она под пристальным пониманием мышцы. Угу. И тем не менее, просто так. Открывай. Открывай крышки. Ну, иди куда хочешь. Открывай. Открывай. Открывай.